Когда Господь был, Капернауме, это город Галилеи, и к нему подошел сотник из этого города. Сотник — это Центурион римской сотни, это военачальник, язычник. Подошел с просьбой о том, что у него лежит в расслаблении его слуга, отрок, и подошел с тем, чтобы Господь его исцелил. И Господь говорит, «Хорошо, давай пойдем, я его исцелил». Но римский сотник сказал, «Нет, я не хочу, чтобы ты шел в мой дом, потому что этот язычник понимал, что иудеи и евреи считают беззаконным вхождение в дом язычник. И он ему говорит, я не достоин, чтобы ты вошел под кровь в мой. Но скажи только слово, и исцели эту отроку». И говорит дальше, «Ибо я, и я, человек подвластный, согласный, но и я могу приказывать своим воинам, и говорю одному, иди и идет, прииди и приходи, делай и делай». Интересно, что в греческом тексте стоит буквально маршируй, и он марширует. «Отдаю приказ на исполнение». То есть такие военные термины применены в тексте. И вот говорит этот сотник, как бы говорит Господу, что ты же имеешь власть, как Сын Божий, имеешь власть сказать только слово, приказать, и все будет исполнено. Даже я, человек, управляющий только сотник, воин, приказывая не исполнено. И тогда Господь говорит, что и в Израиле я не нашел такой веры, как у этого Сына. И дальше говорит, что многие придут от востока и запада, то есть от всех концов земли, язычные, придут и возлягутся в Рау, а Сыны Царствия будут извержены вон. И говорит этому сотнику, «Иди, вера Твоя спасла тебе, будет тебе поверить». И, как написано в Евангелии, исцелел отрок его в тот же час. В тот же час исцелел. Такое короткое сегодня Евангелие, оно встречается у всех евангелистов, даже у Иоанна, там речь идет о некоем царитворце, но детали те же самые. И удивительно в этом Евангелии то, что Христос хвалит веру язычную. Хвалит Его веру. Мы не привыкли говорить веру и на славу даже, то, что и на веру. Мы боимся даже говорить о вере другой. И этот страх наш, конечно, нужно понять. Мы боимся потерять свою. Но Господь хвалит веру язычную. И мало того, что Он ее хвалит, Он говорит, что не нашел такой веры даже в Израиле. А ведь израильтяне, это те, кто получили закон, это те, кто имеет тысячелетнюю историю, тысячелетнюю историю жизни в Боге по Божественным западам. Те, к кому приходили пророки, святые, те, у кого масса мудрецов, толкователем и священописом. И вдруг этот сотник, язычник, Господь говорит, не нашел я такой веры в Израиль, как у тебя. А в чем же Его вера? Почему Господь так хвалит Его веру? Потому что Его вера движется любовью. Любовью. И это удивительно, потому что мы не встречаем в Евангелии больше нигде, чтобы кто-то просил не за себя, не за своих близких, а просил за слугу, за подчинение. Конечно, есть разные переводы, и даже евангелисты, они не мыслят, они не могут понять той меры, которую любит этот центурион языческий. И даже пишут, что это был Его Сын. Потому что вот невозможно было представить, чтобы так просил за кого-то, за подчиненного, за слугу, тот, чьи власти находятся. И Он мало того, что просил, Он пришел, Он совершил путь, Он не побоялся того, что о нем скажут, а сказать могли. Очень могли. Потому что для римлянина обращаться к евреям это считалось низостью, это унижение. И вот этот римлянин пришел просить у еврея об исцелении слуги. это о многом говорит. Это говорит о многом, о том, что и в языч, и у язычника, и у язычника есть вера. И эта вера иногда превосходит веру всех ортодоксальных, православных и всех остальных вместе взятых, живущих по закону, превосходит своей чистотой, превосходит своей искренностью. и даже удивила Господа, это вера, удивила самого Господа нашего Иисуса Христа. Это значит, что этот центурион язычник, не смотря ни на что, не смотря на то, что весь мир во тьме лежит, где-то в душе сохранил божественную искру. И эта искра явилась тем самым главным и важным, что привело его к Богу. Язычник привела к Богу любовь к ближнему. А закон многих книжников и фарисеев уводил от Христа. Они видели да, они его считали, может быть, за какого-то одного из представителей течения многочисленных еврейских. Но они не видели в нем Бога, потому что их вера была суетной. Их вера была буквализмом, дотошным исполнением иот и законов. И как Господь их часто обучал, что отцеживают комары и верблюда по влащам. Не видя главного. А когда человек не видит главного, то все остальное оно не может повлиять на его жизнь. Чтобы он не тем. Как говорит апостол Павел, даже если я буду пророчеством, даже буду говорить иными языками и горы переставлять, а любви не имея, нет мне никакой пользы. Поэтому вера только та истина, которая движется любовью. Вера движенная любовью. И об этом сегодня сказано нам. почему? Да потому что это мы теперь те самые православные, те кому все дано, как евреям было все дано, и законы, пророков, и чудеса великие, и промысел Божий, ведущий через испытания, все было дало. Но Господь сегодня и по плечами и говорит сыны царства будут извержены в воду. Это страшные слова. Это надо нам к себе применить. Потому что теперь и сегодня мы сыны царства. Мы призваны благодатью Божьей жертвой Христовой в Царство Божьем. Нам на нас изливается океан милосердия Божьего. На нас изливается благодать Духа Святого. И если мы не будем достойны этой Божественной любви и благодати, если мы не будем ее чувствовать и понимать, а будем в буквализм находить, в какой иконе свечку поставить, в каком святом от зубной боли помолиться, а забудем главное, то мы будем извержены формой. как часто мы просим и не получаем, как апостол Павел просит и не получает, потому что просите, то вы не оттопны. буквально на прошлой неделе мы читали Евангелие, где говорит не уподавляйте себя с лишним, которые только и думают о том, их все молитвы о том, что есть и пить, во что одеваться, а по требованию нашей жизни. И Господь говорит, ищите прежде Царство Небесное, а остальное приложится вам. Вот это самое Царство Небесное, мы не должны забывать, что оно для нас самое главное. И оно нам дало дар по благодати Милосердию Божьей для того, чтобы мы вошли в это Царство и стали чадами Божьего. Сегодняшнее Евангелие нам об этом напоминает. упоминая, что только верой, которая движется любовью, мы можем войти в это Царство, мы можем быть с Авраамом, отцом веры, а не вовне, восьме громешных. Аминь. Спраздник! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...